Здравствуйте, друзья! Это видео про объектив, который я продаю. Это объектив компании Nikon, произведен в Японии. Micro Nikon, фокусное расстояние 105 мм, диафрагма от 2,8 до 32. Объектив в очень хорошем состоянии. Также в комплекте с объективом вы получаете ультрафиолетовый защитный фильтр компании Sunpac. Линзы чистые, без повреждений. Внутри объектива есть небольшие следы пыли, которые не влияют на качество получаемых фотографий. Эта модель объектива до сих пор производится компанией Nikon. И на различных интернет-ресурсах цена нового объектива составляет 700 и больше долларов США. Но я продаю его гораздо дешевле. Объектив был в употреблении, но в очень хороших руках. Особенностью этого объектива, этой модели является более мягкое, можно сказать, более плавное вращение, более медленное вращение кольца фокусировки. То есть этот объектив не для репортажной съемки, а для размеренной, именно медленной макросъемки. Для облегчения фокусировки с этим объективом я установил на него чип фокусировки одуванчик Лушникова. Что дает одуванчик Лушникова? Фактически он дает все функции автофокусного объектива, кроме мотора фокусировки. То есть фокус вы будете крутить рукой, но пока нет попадания в фокус, вы не сможете сделать снимок. Также вы будете иметь возможность выбрать любое значение диафрагмы в вашей камере и любую точку фокусировки, а не только смотреть на попадание в фокус по зеленому сектору. Вот, например, я вставлю камеру в свою камеру этот объектив с одуванчиком. Камера видит объектив сразу. То есть на более старших моделях, где можно прописать объектив без CPU, то есть без чипа фокусировки автофокусного камеру, этот объектив в меню, таких камер прописывать не надо. Камера сразу видит объектив и в EXIF будет прописываться фокусное расстояние 105 мм и диафрагмы, те, которые вы будете использовать при съемке. То есть весь диапазон диафрагм в этом объективе прописанных чип от 2.8 до 32. Также чип позволит вам сделать инвестировку бэк или фронт фокуса непосредственно в самом чипе, введя поправку. Вот, смотрите, ставим режим съемки AF-S. Если у вас есть переключатель на камере, то на камере. Если такого переключателя на камере нет, то в меню выбираете именно режим съемки AF-S. И, например, выбираем диафрагму 4. На объективе в это время и всегда должна стоять диафрагма 32. Это ее автоматическое положение. Соответственно, вы выбираете диафрагму в камере и камера ее отрабатывает. Выбираете точку фокусировки, смотрите видоискатель, жмете, например, точку фокусировки, кнопку затвора полностью и крутите кольцо фокусировки. Только когда объект попадает в фокус, вы слышите звуковое подтверждение и видите, как загорается точка фокусировки, которую вы выбрали. Объектив дает очень резкие снимки. Я попытаюсь вам сейчас продемонстрировать. на этой купюре в 20 гривен. Сейчас я сделаю небольшую экспо-коррекцию из-за очень плохого освещения. Смотрите, очень хорошо получающийся кадр. из-за очень плохого освещения, в-ento correct, и touching это-очень. И мы должны еще��algеть и некоторые, скажем так, демонстрирую вот смотрите с каким небольшим усилием но медленнее чем на обычных объектив крутится кольцо фокусировки это очень удобно для макросъемки потому что вы не перекрутите кольцо фокусировки снимок будет сделан точный ну понятное дело фокусировка на бесконечность также присутствует вот съем снимок на бесконечности кто давно мечтал о хорошем мануальном макро объективе это самый лучший выбор желающие купить пишите в личное сообщение под этим видео или на почту которая указана в описании спасибо за внимание